Несколько лет жителям многоэтажного дома по улице Садыка Жаксыгулова, 31, в полной мере не имеет возможности пользоваться благами цивилизации. У кого-то вода горячая, этажами выше чуть теплая, а где-то и вовсе холодная. В чем причина таких перебоев, расскажет наш корреспондент. Многие жители этого дома уже стали забывать, когда в последний раз из крана текла горячая вода. Особенно страдают те, кто живет на третьем, четвертом и пятом этажах. Люди рассказывают, что раньше таких проблем не было. А терпеть эти неудобства они уже устали. Несколько лет назад была точно такая же проблема с горячей водой. Пока я до Акимата не дошла, до отдела ЖКХ, комиссия целая приходила. Наш начальник ЖКО включает воду в подвале, вот у меня все нормально. Теплоэнерго включает, у меня все нормально. На пятый этаж поднимаются, воды нет. Где вода? Решайте проблему. Решили, слава богу, была вода. Сейчас опять та же самая проблема. У меня уже нет ни сил, ни здоровья с ними бороться. Жильцы обращались в разные инстанции, но проблема так и не решилась. По их мнению, причина в теплообменнике, который установлен в подвале. Его задача нагревать холодную воду. Ранее, по их словам, тут был установлен большой теплообменник. Но он сгорел, и его заменили на меньший. С тех пор и начались проблемы. Мы живем на пятом этаже. Практически ни посуду помыть, ни помыться, нет. Вот в чем проблема? ЖАИК Теплоэнерго, в каком году, я не помню, они сняли у нас теплообменник. У нас был большой. Они поставили нам маленький. И из-за этого вода не поступает до пятого этажа. Так что мы просим, чтобы разобрались. Ну сколько можно мучиться? Мы же платим. Ладно, если бы должники были, или что? Наша съемочная группа действительно убедилась в том, что из кранов в квартирах на пятом этаже течет еле теплая вода. Такая же ситуация даже на втором и третьем этажах. Пятый этаж, у нас воды нет. Ну, напор слабый. Напор слабый. Вот видите, она уже кончается, кончается. А почему идет вот сейчас вода? Потому что сейчас многие на работе. И поэтому водичка идет. Как кто на работу приедет? С работы пришли, все. Ни руки не помыть, ничего. В квартире у пенсионерки Галины Ивановны ситуация аналогичная. Женщина, чтобы помыться, греет воду в ведрах. К тому же, по ее словам, отопление слабое. Сама она ходит в теплых штанах, а внук сидит, укрывшись одеялом. Я звоню. Почему нет горячей воды? Я вас прошу, пожалуйста, придите, проверьте. Они говорят, у вас трубы старые. Я говорю, мы трубы уже давно заменили. У нас все трубы новые. Причина не в трубах. В ЖАИК теплоэнергоговорят. Мощности данного теплообменника хватает. Таких по городу установлено порядка 300 штук. И никто не жаловался. Скорее всего, причина в другом. Они жалуются на давление. Но давление зависит от давления холодной воды. Как давление холодной воды приходит, будет уходить такое давление горячей воды. На сегодняшний день мы сейчас еще раз тепловую инспекцию отправляем туда. Они обследуют. Но, так думаю, причина, скорее всего, надо внутренняя система. Если она забилась, то давления, конечно, не будет. Необходимо, наверное, внутреннюю систему поменять. Некоторые жильцы уже не надеются, что снова смогут пользоваться горячей водой. Поэтому установили в своих квартирах бойлеры. У кого такой возможности нет, мыться, ходят к родственникам, посуду моют в холодной воде. И все-таки ждут, что проблема решится в ближайшее время.